Добрый вечер! В эфире новости из Венгрии на канале М1 и ведущая Мария Лопатто. Коротко о главном на сегодня. Австрийская фирма АФАОЭЛ построит научно-исследовательский центр в городе Эрд. Компания выбрала Венгрию из-за наличия здесь квалифицированных специалистов и качественных поставщиков. Капсулу с посланием потомкам и именными монетами поместили на месте начинающего строительства. Здесь будет возведен главный зал Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в городе Эрд. Стоимость проекта 12 миллиардов форентов, четверть которой финансируется за счет госбюджета. По планам, с 2021 года в городе Эрд будут проводиться опытно-конструкторские работы по увеличению мощности и теплоотдачи электронных двигателей. В комплексе будет создано 750 новых рабочих мест. Мы работаем над тем, чтобы сокращать вредные выбросы, используя чистые источники энергии. Наша цель в том, чтобы провести оптимизацию развития двигателей внутреннего сгорания, заявил директор. Министр иностранных дел говорил о том, что автопром в 2010 году производил товаров на сумму 4 триллиона форентов. А в прошлом году производство выросло до 8,5 триллионов. За первые 4 месяца этого года рост отрасли составил 11%. Сегодня самое большое число венгерских маленьких и средних предприятий является поставщиком автогигантов. Это значит, что продукция этих фирм способна выдержать конкуренцию на международных рынках. Для помощи этим предприятиям венгерское правительство запустило программу лучших экспортеров, в рамках которой уже работают 19 представителей малого и среднего бизнеса. В интересах всей Европы, чтобы Северная Македония и другие страны этого региона как можно скорее присоединились к Евросоюзу, заявил министр иностранных дел Венгрии в Скопье. Венгрия выступает за срочное начало переговоров о вступлении между Брюсселем и Скопье, подчеркнул Петер Сиярта. По его словам, это обусловлено вопросами экономики и безопасности. С точки зрения успешного выступления против миграции, как европейским, так и венгерским интересам однозначно противоречит то решение, согласно которому переговоры о присоединении к ЕС Северной Македонии и Албании были отложены. Аргументацию вроде той, что не хватало времени для разработки позиций, мы считаем смешной. Северная Македония уже 14 лет является кандидатом в Евросоюз, поэтому я думаю, что у всех было все необходимое на руках для того, чтобы принимать решение о дате начала переговоров. Мисс Венгрии стала Кристина Надьпал из Будапешта. 22-летняя конкурсантка представит Венгрию на международном соревновании мисс Мира. Из 16 финалисток приз зрительских симпатий достался Лили Лакатош. Первой вице-мисс стала Тимия Гал, а вторая – Ребекка Чонка, которая взяла и приз за самую красивую улыбку, по мнению телезрителей. Корону победительницы завоевала Кристина Надьпал из Будапешта, которая раньше выиграла в конкурсе мисс Болотон. В своем видеоролике 22-летняя девушка также рассказала о том, что она очень любит готовить. «Я студентка университета Метрополитен в Будапеште, факультета человеческих ресурсов. Я очень благодарна своей семье за то, что в любой ситуации могу на них положиться», – говорит победительница. Главный организатор конкурса рассказала, что это было самым острым состязанием за последние годы. Большинство конкурсантов имеют диплом или являются студентками вузов, ведут здоровый образ жизни и регулярно занимаются спортом. Она рассказала и о критериях своего выбора. «Миловидность, скромность, покорность при самоуверенности», – отметила Ката Шарка. Победительница получит несколько миллионов форентов и возможность представлять Венгрию на самом престижном конкурсе красоты «Мисс Мира», финал которого пройдет в Таиланде 7 декабря. Во вторник свои двери откроет один из крупнейших музыкальных фестивалей Венгрии – Вольт. В этом году на нем выступят среди прочих группа «Слипкнот», коллектив «Блэкайт Пис» и рок-музыкант «Слэш». На фестивале Вольт обычно уживаются поклонники рока, электронной музыки, джаза и других жанров. Выставка года открылась в гориллее Вассари в городе Балатон-Фюрет. В коллекции под названием «Реки, озера, моря, живительная вода» собраны полсотни картин венгерских и других европейских художников XIX века. Здесь можно найти работы, выполненные в самых разных техниках. И это все на сегодня. Смотрите нас завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok